Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Названа предварительная причина крупного пожара, который случился в ресторане «Золотая пагода». Ситуацию на оперативном совещании прокомментировали спасатели. Снова вместе, снова рядом. Самара переходит на единую квитанцию оплаты услуг ЖКХ. Самарские полицейские получили из рук губернатора ключи от патрульных автомобилей. Большую часть новых машин приобрели благодаря НАСПроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Малышей накормят вне зависимости от доходов семьи, когда в школах появится бесплатное горячее питание. Показать все, что смытое, что выбрасывают самарцы в канализацию. Названа предварительная причина крупного пожара, который случился в минувшую субботу в ресторане «Золотая пагода» и в торговом центре на улице Георгия Димитрова в Самаре. На оперативном совещании начальник регионального главка МЧС России Олег Бойко заявил, что причина кроется в аварийном режиме работы электрооборудования, а именно электродвигатели вытяжки из помещения кухни. Дознаватели выясняют все причины. Напомним, огонь охватил более 1200 квадратных метров здания. На месте события работали 149 человек, которые использовали 51 единицу техники. Пострадавших не было. 25 сотрудников и посетителей успели покинуть помещение еще до прибытия пожарно-спасательных служб. А минувшей ночью экстренные службы Тольятти получили информацию о задымлении кафе «Дрова». На место происшествия немедленно выехали пожарные. Из здания были эвакуированы 25 человек, но к моменту приезда спасателей работники заведения успели потушить огонь. Как оказалось, в вентиляционной шахте горели жировые отложения на площади 1 квадратный метр. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, подобного рода учреждения нужно проверять. Внимание к объектам массового пребывания людей должно быть постоянным. И подчеркнул, что прокуратура окажет в этом задействие, ведь безопасность жителей прежде всего. Самара, возможно, перейдет на единую квитанцию оплаты услуг ЖКХ. Предполагается, что до конца марта на федеральном уровне будут рассмотрены изменения в жилищный кодекс страны, которые исключают необходимость оплачивать несколько расчеток. Одна платежка за весь комплекс жилищно-коммунальных услуг в России уже существовала. Но впоследствии поставщики услуг решили усилить контроль за платежами и ввели каждой свои квитанции. В новой старой системе оплаты их интереса будут учтены. Кроме того, предполагается, что банки не будут брать с населения комиссию за жилищно-коммунальные платежи. Сегодня пятью-семью квитанции в руке идти платить вообще неизвестно, и каждый будет брать с каждого платежа комиссию. Вот насколько я владею информацией, что в первом квартале нынешнего года эта ситуация в Госдуме будет рассмотрена. Она будет рассматриваться опять, еще раз повторяю, я насколько владею информацией. В совокупности это ЕРКЦ, или ИРЦ его называют, единый расчетно-кассовый центр. Сегодня же на общегородском совещании был рассмотрен вопрос переноса детских площадок, расположенных вблизи опасных коммуникаций, теплотрасс, водоводов и канализаций. Всего в городе 130 таких объектов, для 26 из них придется искать новое место. На остальных оборудование будет демонтировано частично. Планируется уже в первом полугодии разместить их на безопасном расстоянии по согласованию с жителями. Также в ближайшее время необходимо привести в порядок все памятные места, связанные с подготовкой к празднованию 75-летия Великой Победы. Это мемориальные таблички, монументальные сооружения, воинские захоронения и улицы, названные в честь Героев Советского Союза. Год оценивается как результативный. В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов. Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание совета, на котором обсудили, каких показателей удалось достичь. Главным трендом предстоящего года станет послание президента страны, центральная тема которого – демография. Олег Зверев выслушал мнение. По большинству национальных проектов самарский регион отмечен как лидер на федеральном уровне. Но успехи прошлого года стоит рассматривать как исходные позиции того, что предстоит сделать в 2020-м. Безопасные и качественные автомобильные дороги, культура, формирование комфортной городской среды – вот те направления, где сработали наиболее результативно. Теперь акценты стоит расставить на приоритетах, обозначенных в послании президента страны Владимира Путина. Основные задачи областной кабинет министров обсудил на заседании совета по национальным и приоритетным проектам, которые провел губернатор Дмитрий Азаров. Красной линией выступления президента прошла мысль, что величие страны и достоинство граждан – это та связь общества, государства, которая задает основное направление работы всех органов власти. Величие страны – это и благосостояние граждан и достоинства. Глава региона сделал акцент на беспрецедентных мерах социальной поддержки, которые озвучил президент в своем послании. Они начинают действовать с 1 января. Уже после рождения первого ребенка родители получат материнский капитал, а выплаты после рождения второго увеличены на 150 тысяч рублей. В Самарской области в этом году на эти деньги смогут рассчитывать 20 тысяч семей. Вводятся выплаты на дошкольников из небогатых семей. Губернатор поручил министрам провести ревизию региональных мер социальной поддержки, чтобы скорректировать их с новыми федеральными решениями. Главные вопросы, которые выделяет и граждане страны, и, соответственно, выделяет и президент, это демография и здравоохранение. Собственно, опрос жителей показал, что на территории Самарской области именно эти два надпроекта люди считают для себя лично наиболее важным. С 1 января в Самарской области семьи, в которых рождается первенец, получают подарок новорожденному. Все самые необходимые для младенца на 10 тысяч рублей. Это инициатива главы региона. Сохраняются и все областные выплаты молодым родителям. На финансирование мероприятия региональной составляющей национального проекта «Демография» на 2019-2024 годы запланировано в общем объеме 47,2 миллиарда рублей. С учетом дополнительных мер, обозначенных в послании президента Российской Федерации, объем финансирования будет существенно увеличен. Мы уже прогнозно начинаем заниматься, связываемся с профильным министерством. Почти всех целевых показателей удалось достичь по национальным проектам здравоохранения и образования. С 1 сентября нового года учителя будут получать еще и надбавки за классное руководство, а для учеников младших классов организовано бесплатное горячее питание в школах. Губернатор поручил каждому министерству разработать план реализации посланий президента и мобилизовать все силы на национальных проектах, причем делать это опираясь на мнение жителей. Благо, что люди в Самаре активные и их предложений заслуживают внимания. Олег Зверев, Вадим Быстров, События. Самарские полицейские получили из рук губернатора ключи от патрульных автомобилей. Большую часть машин приобрели за счет средств федерального бюджета. Какими характеристиками обладает новый транспорт, знает наш корреспондент Анатолий Головко. Дмитрий работает инспектором ДПС уже 4 года. Все это время он ездил на отечественной легковушке. Полицейский признается, новый автомобиль более маневренный, обладает высокой скоростью и хорошей проходимостью. В салоне установлена современная система видеонаблюдения. Видео записывается на жесткий диск. В последующем можно просмотреть любое правонарушение нарушителем правил дорожного движения. И уже это будет являться доказательной базой. 45 иномарок приобрели на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые инициировал президент России Владимир Путин. Еще 20 отечественных машин получили самарские участковые. По словам начальника обл. ГАИ, иномарки могут развивать высокую скорость за считанные секунды. Вот те автомобили, которые мы сегодня будем вручать строевым подразделениям, они, мало того, что они имеют хорошие характеристики, это двигатели 1,8, 180 лошадиных сил, то есть очень хорошие динамические характеристики. Там 100 километров автомобиль развивает скорость за 7 секунд. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил полицейских за ежедневный кропотливый труд и передал ключи от новых машин сотрудникам. Я рассчитываю на то, что наша с вами совместная работа будет способствовать повышению качества жизни людей, их комфорта. Во главе угла, конечно же, лежит всегда безопасность. В конце 2020 года полицейские рассчитывают получить еще одну партию современных иномарок. Автопарк хотят расширить еще на 78 автомобилей. Анатолий Головко, Максим Гусев, События. Если многодетная семья в трудной жизненной ситуации, социальный контракт может стать выходом из положения. Потратить деньги можно на развитие индивидуального предпринимательства, организацию рабочего места на дому и обучение новой профессии, чтобы в дальнейшем получать стабильный доход. О важности этой меры социальной поддержки говорил и президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Все нюансы помощи изучил Андрей Горгуленко. Сейчас в салон красоты Оксаны Отягшевой попасть без записи все сложнее. Собственное дело процветает. Количество постоянных клиентов увеличивается, и свободного времени у мастеров все меньше. Запустить свой бизнес помог социальный контракт. Деньги, полученные благодаря ему, Оксана потратила на ремонт помещения. Кресла, раковины, профессиональные инструменты. Сейчас материальное положение многодетной мамы стабильное и надежное. А еще два года назад все было не так радужно. Хочу сказать так. Кто хочет, тот работает. Государство заботится о многодетных семьях. Если, допустим, я с четырьмя детьми смогла, я думаю, что каждый, если желание есть, получить 50 тысяч, и кажется, что это мало, для любого бизнеса для начала это достаточно. Улучшить материальное положение – в этом и суть социального контракта. Это не просто разовая выплата. Потратить средства можно на обучение новой профессии, на организацию рабочего места на дому, на развитие предпринимательской деятельности, на постановку приборов учета. При этом растранжирить деньги не получится. Все покупки подтверждаются документально. Иначе средства придется возвращать. О социальных контрактах Владимир Путин говорил еще в послании к Федеральному собранию в прошлом году. Напомнил президент о них и в этом. Он отметил, что пока их эффективность небольшая, и надо усилить работу в этом направлении. Во-первых, прошу правительства учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации. Размер денежной выплаты по социальному контракту варьируется от 10 до 50 тысяч рублей. Получить ее могут многодетные семьи, семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами, и чей доход ниже прожиточного минимума. Обращаться за выплатой по социальному контракту можно в районные подразделения комплексного центра социального обслуживания. Всего за 9 лет в Самарской области заключено более 12,5 тысяч таких контрактов. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Школьные пищеблоки проверят на готовность обеспечить всех учеников младших классов в бесплатном горячем питании. Губернатор Дмитрий Азаров поручил Министерству образования провести ревизию технического состояния учебных заведений. Первые итоги должны быть не позднее 10 февраля. По данным обследования, будут вынесены бюджетные изменения на случай, если оборудование нуждается в замене или ремонте. По словам главы региона, необходимо также проанализировать потребность области в открытии новых школ. Обеспечение горячим питанием школьников с 1 по 4 класс – одна из задач, которые обозначил в послании президент страны Владимир Путин. У нас в следующем году второй ребенок идет в первый класс. И в следующем году у меня получается один ребенок в четвертом классе, другой первокласска. Мы с мужем сегодня это обсудили. Я думаю, что это отличная возможность для экономии, для поддержки нашей семьи. Мы обсудили послание президента и с родителями, и с коллегами. И оцениваем этот шаг как отеческую заботу. Потому что это очень важно, если наши дети, начальные школы, а у меня их около 500 человек, будут питаться бесплатно. В Самаре презентовали брошюру «Ребенок в приемной семье». Методическое пособие для родителей и детей подготовили юристы, психологи, уполномоченные по правам ребенка, специалисты профильного министерства и региональной общественной палаты. Эти материалы будут полезны и тем, кто только обдумывает возможность взять ребенка из приюта, и тем, кто уже имеет большой опыт в воспитании детей. Андрей Горгуленко изучил брошюру. Наталья Черновол – многодетная мама в полном смысле этого слова. У нее 25 детей, четверо родных и 21 приемный. Но каждого Наталья любит одинаково. Несмотря на колоссальный опыт в воспитании детей, женщина отмечает, с каждым следующим ребенком появляются новые вопросы. И очень сложно предусмотреть, как сложатся отношения с ним. Опыт, он дает, знаете, знание в чем? Как научить ребенка учиться? Как научить стирать? Как научить себя в чистоте содержать? Научить, как кушать, готовить? А все остальное с каждым ребенком все заново, заново, заново. Чтобы узнать больше о воспитании приемных детей, Наталья пришла на презентацию специальной брошюры. Методический материал для родителей и детей подготовили юристы, психологи, уполномоченные по правам ребенка, специалисты профильного министерства и региональной общественной палаты. В пособии много пояснений юридического характера о правах и обязанностях приемных семей, о мерах государственной поддержки. Не всегда на местах четко соблюдают вот те законодательные позиции, которые обязаны выполнить для приемных семей. Не всегда приемные семьи знают о всех своих правах и знают, куда обратиться. Поэтому помощь и сопровождение им очень нужны. Отдельный блок отведен и для психологической поддержки, как родителей, так и детей, их подготовки к жизни в замещающей семье. В пособии есть рекомендации и советы по налаживанию связей между взрослыми и ребятами, между родными детьми и теми, кто приходит в семью. Действительно, вот просто очень ценные такие человеческие рекомендации, которые нужно использовать и замещающим родителям, и знать ребятам, которые идут в замещающиеся семьи. Это уже второе издание этой брошюры. Первое было в 2017 году. Тираж пособия – 2000 штук. Раздавать печатный материал будут через органы социальной защиты. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других темах дня. Жигулевская ГЭС не будет платить штраф за обмеление Волги. Самарский областной суд отменил решение суда промышленного района, ранее оштрафовавшего компанию на 50 тысяч рублей, а главного инженера – на 10 тысяч. Напомним, суд первой инстанции удовлетворил иск Средневодского теруправления рыболовства, посчитав, что обмеление, приведшее к гибели водных биологических ресурсов, произошло именно из-за сброса воды. Представители ГЭС при этом поясняли в суде, что режим сброса компания определяет несамостоятельно. Он устанавливается Федеральным агентством водных ресурсов и рекомендацией Межведомственной комиссии. Эти доводы были услышаны областью дома, и он прекратил производство по делу. Следователи начали проверку по факту покушения на похищение ребенка. Инцидент произошел в Кенеле. 20 января примерно в 7.00 местная жительница припарковала машину возле школьного двора и пошла со старшим сыном в образовательное учреждение. В салоне на переднем сидении в детском кресле остался 4-летний ребенок. Мотор автомобилистка не глушила, в салоне находились ключи и документы. Когда она вернулась, машины не было. О случившемся женщина сообщила в полицию. Через некоторое время ребенка обнаружили около магазина. Изучаются видеозаписи с камер наблюдения. Судебно-медицинское освидетельствование не обнаружило на теле ребенка повреждений. Устанавливают личность мужчины, который совершил угон. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в Следственном комитете. Названа стоимость одного часа будущей платной парковки в Самаре. Она составит 30 рублей в час. Это базовый тариф, сообщают представители городского департамента транспорта в Твиттере. Как пишет ведомство в микроблоге, в опросе платных парковок будут ориентироваться на столичный опыт. Обслуживать их будет подрядчик, который выиграет тендер. В тех заданиях будут предусмотрены различные способы оплаты. Платные парковки планируют ввести в Самаре этим летом. Ранее в Центре организации дорожного движения утвердили перечень мест, где предполагается их разместить. В основном схема охватывает историческую часть города, Самарские, Ленинские, Октябрьские районы, а также некоторые улицы в Железнодорожном районе. Возможно, будут продаваться абонементы на парковку по льготным ценам. Развязку на М-5 у Тольятти достроят в октябре. Работы затянулись из-за переноса ЛЭП. Власти Тольятти рассказали, что подрядчик уже согласовал с сетевиками изменения в проект, касающиеся ЛЭП. До конца февраля госэкспертиза должна дать заключение по нему. В Самарской области построят новый мусорный полигон. Принимать он будет отходов до 100 тысяч тонн в год. Построят полигон в 2023 году в Кенечеркасском районе. Это будет многопрофильный мусорный комплекс. В него войдет станция обработки мусора, полигон, КПП, весовая и техническая линия отходов, административный корпус и дорога. Также на участке полигона будут храниться захоронения отходов 4-го и 5-го классов опасности. Согласно документам на сайте госзакупок, местные власти ищут подрядчика, который разработает проект и смету. Полигон расположится в границах бывшего колхоза имени 20-го съезда КПСС. Влажные салфетки, бумага, пищевые продукты и тряпки. Все эти вещи жители не отправляют в мусорное ведро, а смывают в унитаз или раковину. Коммунальщики настоятельно рекомендуют самарцам этого не делать, чтобы избежать засоров в канализации. Что происходит с трубами, сотрудники РКС Самары рассказали жителям одного из домов на улице Клиническая. Мэри Елчан подробнее. У 32-го дома по улице Клиническая дурно пахнущая репутация, в прямом смысле. Девятиэтажка славится частыми засорами. Сотрудники цеха канализации РКС Самара за последние два года выезжали на этот адрес почти 20 раз. Сегодня они здесь, чтобы наглядно показать жильцам, что влечет за собой неправильное обращение системы канализации. Александр Царев работает с лесарем уже 11 лет. Рассказывает, за это время из люков доставать приходилось разное. Подгузники, лекарства, кроссовки и даже трехколесный велосипед. По срокам устранение засор бывает по-разному. Бывает и полчаса, бывает час, а бывает и неделя. По-разному, как забьют трубу. Сегодня коммунальщики установили в канализациях проблемного двора по улице Клинической ловушки специальные сетки. Таким образом, все, что жители смыли за последние два дня, можно увидеть воочию. Влажные салфетки и средства личной гигиены лидируют. Жир, оставшийся от приготовления пищи, также смывать нельзя. Он оседает на стенках труб, вследствие чего затрудняется проход сточных вод. Постепенно это отлагается на трубах, постепенно диаметр трубы занижается и происходит излив. Соответственно, это доставляет определенные неудобства нашим жителям. С учетом нашей многоэтажной застройки, с учетом частой установки парковок, машин, есть определенные сложности в промывке этих сетей. Только за прошлый год на устранение засоров коммунальщики выезжали 6 тысяч раз. Информационную акцию сотрудники РКС «Самара» планируют сделать постоянной и раз в несколько месяцев посещать самые проблемные дворы. Коммунальщики напоминают жителям, что система водоотведения предназначена для приема жидких бытовых отходов. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро. Как восполнить нехватку учителей в школах региона, обсуждали на заседании Комитета по образованию и науке в Самарской губернской думе. По информации областного министерства образования, особенно сильно ощущается нехватка учителей начальных классов, а также русского языка. Причем тенденция характерна не только для сельских школ, но и для «Самары» и «Итальятти». Депутаты предлагают в качестве одной из мер выделять больше бюджетных мест на педагогические специальности. Распределением бесплатных мест занимается Федеральное министерство образования. Поэтому на уровне региона необходимы дополнительные меры поддержки. Одно из предложений – выделять дополнительные субсидии для целевого набора в ВУЗы. Более детально этот вопрос члены комитета планируют обсудить с общественниками. Обеспечение кадрами педагогических работников для нас достаточно актуален. В «Самаре» и «Итальятти» была мегаполис, которая действительно нуждается. По информации, которая была представлена Министерством образования и науки Самарской области, принять за основу и записать еще один пункт, чтобы рассмотреть данный вопрос на седании круглого стола по обеспечению педагогическим работникам. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарегис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!